Это заседание открылось особенно торжественно. Молодежная дума при законодательном собрании Владимирской области отмечает пятилетний юбилей. За это время было сформировано три состава думы. Более ста ее членов прошли и проходят в настоящее время школу молодого законотворца. Учатся общаться с разного рода государственными и муниципальными структурами, с общественными организациями, реализовывать свои законотворческие инициативы и в первую очередь среди них свои социально значимые проекты. Такая работа приносит реальные результаты. Ряд инициатив молодежной думы рассмотрели депутаты ЗАГСа Брания. Впоследствии они стали законами. Например, законы о веселящем газе, о повышении минимального возраста вступления в брак с 14 до 16 лет, о запрете алкоэнергетиков и о защите нравственности детей, а также о патриотическом воспитании. С первым юбилеем молододумцев поздравил Владимир Киселев. Вы на самом деле наши будущие, будущие законодатели, будущие работники, исполнительные власти всех уровней. Конечно, нам очень важно, какие вы на сегодняшний день, какие вы будете в будущем, потому что от того, какой будет наша молодежь, зависит то, какой будет наша страна. Мы уже третий созыв, и поэтому нам досталась очень большая база. Ребята создавали думу в первом составе, развивали во втором. Мы продолжаем развивать, планка нам задана высокая. Мы сейчас углубляем свою деятельность в области законодательских инициатив. Социальных проектов у нас достаточно много, они известны. Зак инициативами становятся самые актуальные вопросы. Каждый может предложить то, что обсуждает дома с друзьями на улице. Так, сегодня были озвучены три новые инициативы. Одна из них предлагает установить административную ответственность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за допуск несовершеннолетних на территорию, которая может быть для них просто опасной. Другая касается стимулирования получения профобразования. Молододумцы предложили включить период обучения в трудовой стаж. Есть у молодежи еще одна интересная законодательная инициатива – наделить регионы правом устанавливать обязательные работы как вид административного наказания. Штраф в ряде случаев не позволяет достичь поставленных целей. В частности, например, у кого-то могут быть деньги, они могут неоднократно. Да, допустим, выплачивать этот штраф. А вот если, допустим, таких лиц привлекать к обязательным работам, то эффект карательный был бы намного выше. Понятно, что стыдно подметать дворы перед родственниками, перед коллегами. Сегодня нередко можно услышать, что молодежь должна прийти во власть. Члены Молодежной Думы стараются реализовать этот посыл, продемонстрировать свою полезность. Владимир Киселев подчеркнул, что привлекать молодых людей к выработке государственной молодежной политики, приобщать к парламентской деятельности необходимо. Такие представители молодежи уже сейчас становятся успешными управленцами на разных уровнях власти.